Переходим к следующему вопросу. Особенно в период пандемии COVID-19. Новый национальный консессус. Тарзиманова Аида Ильгизовна, профессор кафедры факультетской терапии Перо-Мединститута. Пожалуйста. Большое спасибо, глубоко уважаемый Павел Андреевич. Глубоко уважаемые коллеги, конечно, пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 стала вызовом для систем здравоохранения практически всех стран нашей планеты. И, пожалуй, наверное, впервые за все время существования современного медицинского сообщества Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Безусловно, за эти месяцы, которые мы с вами боремся с этой инфекцией, уже накоплен какой-то клинический опыт, уже есть какое-то мнение. И это мнение, оно, безусловно, есть в врачей самых разнообразных специальностей. Не только инфекционистов, не только пульмонологов, но и врачей-кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, хирургов, акушер-гинекологов. Вот почему настолько тяжело медицинское сообщество борется с коронавирусной инфекцией и насколько коронавирусная инфекция вообще тяжела для популяции и российских наших пациентов, и зарубежных пациентов. Ну, прежде всего, несмотря на то, что новая коронавирусная инфекция, конечно, чаще всего поражает дыхательную систему, и в первую очередь, конечно, мы говорим о профилактике и лечении именно поражения легких. Тем не менее, на сегодняшний день абсолютно доказано и изучено, что коронавирусная инфекция обрадает, конечно, очень высоким риском тромботических осложнений и высоким риском, конечно, развития тяжелого воспалительного такого поражения. И вот анализ факторов, которые связаны с тяжелым течением коронавирусной инфекции и, к сожалению, с наличием летальных исходов и неблагоприятным прогнозом при COVID-19, указывает на то, что, безусловно, большую часть наших пациентов с тяжелым течением наблюдается у пациентов с большой тяжелой коморбидной патологией. Какие заболевания наиболее часто сопряжены с тяжелым инфекцией COVID-19? Ну, посмотрите, на первом месте стоит, конечно, это артериальная гипертензия и сахарный диабет. И артериальная гипертензия и сахарный диабет встречалась практически у третьих больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции и, к сожалению, в два раза увеличивает риск летального исхода у этих пациентов. Примерно 40% пациентов с тяжелым течением COVID-19, это госпитализированные пациенты, и пациенты, находящиеся в отделении реанимации, могут иметь самые разнообразные нарушения сердечного ритма. До 27% больных, находящихся в стационарном лечении, имеют высокий риск развития тромбоэмболии легочной артерии. И примерно каждый четвертый пациент с тяжелой коронавирусной инфекцией – это больной, который имеет действительно тяжелую стадию хронической сердечной недостаточности. И поэтому в начале июля 2020 года коллектив авторов, куда были включены и кардиологи, и гастроэнтерологи, и терапевты, и хирурги, вместе создали такую достаточно новую публикацию «Национальный консенсус-2020» о введении тяжелых, сложных коморбидных пациентов в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. И с текстом этого «Национального консенсуса» можно ознакомиться на официальном сайте журнала, это журнал «Кардиоскулярная терапия и профилактика». Он имеется в свободном доступе, этот консенсус, который как раз и призван помочь нашим врачам, помочь клиницистам ввести наших коморбидных пациентов в условиях новой коронавирусной инфекции. Безусловно, наиболее часто тяжелое течение заболевания, тяжелое течение коронавирусной инфекции наблюдается у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И вы знаете, существует такой истинный поручный круг, где развитие коронавируса, во-первых, увеличивает риск тромбозов, и прежде всего, как это листяще было показано моим предыдущим докладчиком, высокий риск развития острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда. Так и просто появление у пациента с сердечно-сосудистым заболеванием COVID-19, к сожалению, резко повышает вероятность разбития детального исхода. Вместе с тем, к сожалению, одним из таких краеугольных камней в лечении наших больных, особенно в лечении больных с кардиальной патологией, является тот нежелательный факт, что некоторые лекарственные препараты, которые используются при лечении коронавирусной инфекции, прежде всего, это препараты противовирусные, то есть этиологическое лечение, обладают нежелательными побочными эффектами в отношении сердечно-сосудистой системы, и поэтому, конечно, назначение этиотропного лечения совместно с рядом кардиологических препаратов, рядом препаратов, которые мы используем для лечения артериальной гипертензии, для лечения хронической сердечной недостаточности, имеет определенные сложности и, возможно, требует в ряде случаев коррекция дозы, а иногда и даже отмена какого-то кардиологического препарата. Ну, хотела бы я, конечно, отметить, прежде всего, в своем выступлении, особенности течения и особенности ведения пациентов с артериальной гипертензией, потому что на сегодняшний день, конечно, все это очень распространено высоко, и очень высокий процент пациентов наших имеет тяжелое течение COVID-19, это пожилые пациенты с высокими цифрами артериального давления. И вы знаете, в конце января 2020 года нашими японскими коллегами было даже проведено такое очень крупное эпидемиологическое исследование в центре эпидемии COVID-19 в городе Ухань, которое показало о том, что действительно летальный исход был гораздо выше у пациентов с артериальной гипертензией, чем у тех больных, у которых не было диагностировано высокие значения артериального давления. И вот основным посылом этой статьи, основным тезисом этой статьи было утверждение о том, что, возможно, артериальная гипертензия имеет какие-то предпосылки к развитию тяжелого течения коронавирусной инфекции. Ну, безусловно, это абсолютно не так, и связано это только лишь с тем, что, к сожалению, артериальная гипертензия в принципе самое распространенное заболевание в популяции из заболеваний сиречно-сосудистой системы, и примерно 25-28% пациентов в популяции, конечно, имеет высокие цифры артериального давления, и большая часть пациентов с артериальной гипертензией это пациенты пожилого и старческого возраста, то есть в возрасте старше 60 лет и выше. Поэтому распространенность артериальной гипертензии с возрастом, безусловно, увеличивается, и поэтому тяжесть клинических проявлений инфекции коронавирусной COVID-19 при наличии пожилого возраста и артериальной гипертензии, к сожалению, тоже ухудшается. Известен факт, и он неопровержим, что, к сожалению, наличие артериальной гипертензии в два раза увеличивает риск развития летального исхода при наличии коронавирусной инфекции, и одним из очень таких вопросов, которые достаточно долго подвергались предметам дискуссии, было утверждение о том, если можно, будьте добры, не листайте слайды без моего участия, а то очень сложно читать лекцию, пожалуйста, очень прошу наших коллег-докладчиков не листать слайды. И поэтому появилось суждение, оно тоже возникло из эпидемиологических наблюдений китайских наших ученых, о том, что артериальная гипертензия и те больные, которые принимают препараты, блокирующие хренинную гипертензию и тестостероновую систему, имеют более высокий риск заражения COVID-19. Почему возникло такое предположение и с чем оно было связано? Было связано оно прежде всего с тем, что у наших пациентов, можно включить мне доступ к слайдам, чтобы я могла их листать, что у пациентов есть определенные, что у наших пациентов есть определенные признаки проникновения, спасибо, инфекции коронавируса с помощью рецепторов ангиотезинопророщающего фермента. И необходимо сказать, что вот эти рецепторы ангиотезинопророщающего фермента, они расположены в большинстве органов и тканей нашего организма. Они есть и в эпителии легочной паранхимы, они есть в эндотелии сосудов, эти рецепторы есть в эпителии почек, то есть фактически повсеместно на поверхности клеток есть рецепторы ангиотезинопророщающего фермента. И вот примерно в конце января, в начале февраля 2020 года было несколько очень противоречивых таких научных исследований, которые предполагали, что вот наличие этих рецепторов, оно изменчиво, если пациент принимает ингибиторы ангиотезинопророщающего фермента или блокады рецепторов ангиотензина. То есть это был, в общем-то, такой достаточно серьезный вопрос, который был предметом дискуссии на уровне Европейского общества кардиологов. И в начале марта 2020 года на сайте Европейского общества кардиологов было опубликовано официальное обращение ко всем пациентам и ко всем докторам, которое гласило о том, что да, на фоне эпидемии коронавирусной инфекции прием ингибиторов ангиотезинопророщающего фермента и блокады рецепторов ангиотензина может быть продолжен и он является абсолютно безопасным. Почему вообще возникли такие предположения, что у пациентов, у которых есть в анамнезе прием ингибиторов ангиотезинопророщающего фермента, могут быть подвержены более высокому риску заражения коронавирусом? Дело в том, что это предположение возникло фактически на двух исследованиях именно фундаментального значения, где было доказано, что при приеме лизиноприла и второе исследование включало с собой прием лазартана, то есть назначение лазартана, только лишь у крыс, я подчеркиваю это, что это было доказано только лишь на экспериментальных моделях животных, только у крыс, это не было никогда подтверждено у человека, возникает действительно изменение количества рецепторов ангиотезинопророщающего фермента на поверхности клеток. Такие исследования проводились и на человеческой популяции, и именно у человека не было получено такого фактора, что прием ингибиторов ангиотезинопророщающего фермента и сортанов каким-то образом влияет на количество рецепторов ангиотезинопророщающего фермента на поверхности клеток. Поэтому на сегодняшний день мы можем с вами абсолютно точно утверждать, что прием ингибиторов ангиотезинопророщающего фермента и сортанов обязательно должен быть продолжен у всех больных наших, которые заразились коронавирусом, это во-первых. Он абсолютно безопасен во время пандемии коронавирусной инфекции и абсолютно не влияет, конечно, на высокий риск заражения этим вирусом. Поэтому терапия, которая проводится пациенту и проводится именно антигипертензивной, она, безусловно, должна продолжаться во время пандемии коронавирусной инфекции и в тот момент даже, когда человек заболел уже этим недугом. Поэтому на сегодняшний день мы с вами можем сказать, что фактически все классы антигипертензивных препаратов рекомендуются продолжать и обязательно, конечно, необходимо это учитывать при лечении наших больных, продолжить во время пандемии коронавирусной инфекции. Конечно, наиболее тяжелые случаи коронавируса возникают у пациентов пожилого возраста и вот особенности течения артериальной гипертензии в пожилом возрасте имеют некоторые, конечно, определенные принципы терапии. И вот в этой ситуации, наверное, предпочтительнее назначение препаратов из группы антагонистов кальция и из группы диуретиков. И одно большое многоцентровое исследование, исследование Асисты Европ, доказало, что высокая антигипертензивная эффективность именно препарата антагонистов кальция и метриндепина позволяет как раз применять его с очень хорошими терапротепротективными свойствами среди пожилых пациентов, пациентов пожилого и старческого возраста с очень высокими значениями систолического артериальной гипертензии. И даже в названии этого исследования подчеркивается, что пациенты, которые были включены в это исследование, имели изначально высокие цифры артериального давления. Это были больные с артериальной гипертензией второй и третьей степени. Какой, безусловно, дополнительный эффект имеется у антигипертензивного препарата метриндепина. Этот препарат имеет достаточно высокую активность проникновения через гематоэнцефалический барьер, стимулирует продукцию нейротранспитеров, угнетающих образование бета-амилоида. И если мы рекомендуем нашим пожилым пациентам с высокими значениями артериальной гипертензии длительный прием метриндепина, то фактически через несколько месяцев такого лечения мы можем точно утверждать о том, что образование бета-амилоида в клетках головного мозга и наших пациентов, конечно, оно значительно будет снижено. Поэтому церапротективный эффект метриндепина, он, несомненно, доказан. Назначает этот препарат по 20 мг утром, но максимальная суточная доза может составляться до 40 мг при очень высоких значениях артериальной гипертензии и может быть снижено до 10 мг, если у пациента имеется только артериальная гипертензия первой степени, то есть незначительное повышение цифр артериального давления. Из всех диуретических препаратов, которые мы с вами применяем и успешно применяем для лечения артериальной гипертензии, во время пандемии коронавирусом, конечно, предпочтение отдается эндопамиду. Почему? Ну, прежде всего эндопамид, в отличие от, например, теозидных диуретиков и хлорталидона, имеют более выраженную метаболическую нейтральность и органопротективные свойства. И вот, что не менее важно, в меньшей степени влияет на уровень калия, магния в плазной крови, что особенно важно с точки зрения безопасности применения, ну, таких препаратов, гидроксиклорохина, которые могут удлинять интервал КУТЭ. Ну, прекрасно мой коллега, профессор Ленчак Руслан Михайлович, отметил о значении на сегодняшний день и циологического лечения гидроксиклорохина. Действительно, на сегодняшний день этот препарат крайне редко уже применяется, даже в стационарах для лечения наших пациентов. Но, тем не менее, совместное лечение хлорохина с азитромицином еще имеет место быть, поэтому необходимо, конечно, учитывать, если мы с вами все-таки выбираем вот эту циологическую лечению коронавирусной инфекции, то, возможно, мы должны каким-то образом менять дозы и назначение антигипертензивных препаратов, чтобы не было побочного лекарственного взаимодействия данных лекарственных средств. И из диуретических препаратов есть препарат НДАП. Его свойство отличается от других диуретиков тем, что он имеет совершенно иную дозу, 2,5 мг. Это делимая таблетка, которая позволяет совместно назначать, то есть комбинировать этот препарат с такими лекарственными препаратами, как бракатрорецепторы к антигипетензину, антагонистами кальция и непосредственно с ингибиторами антигипетензин, превращающего фермента. Я хотела бы отметить противопоказания, то есть те ограничения антигипертензивной терапии, которые мы должны учитывать, если у пациента с гипертонической болезнью, когда он нуждается в постоянном приеме антигипертензивных препаратов, развелось достаточно тяжелое течение коронавирусной инфекции. Если мы с вами решаем, что такому пациенту показано назначение комбинированной терапии лапинавира с ретенавиром, то есть комбинации двух противовирусных препаратов, то мы должны помнить о том, что вот такая комбинированная терапия возможно будет требовать уменьшения дозы препаратов, удлиняющих интервалов УТМ, и прежде всего мы говорим об этой адреноблокаторах, и противопоказано применение эплеринона. Это, наверное, один из препаратов, который мы должны полностью отменить на то время, пока мы назначаем комбинацию лапинавира с ретенавиром. Почему эплеринон нельзя назначать? К сожалению, вот фармакодинамическое взаимодействие этих двух лекарственных препаратов прибудет к 200-кратному увеличению концентрации эплеринона в плазмах. И поэтому, учитывая такое нежелательное фармакодинамическое взаимодействие на время приема комбинированной противовирусной терапии, от эплеринона необходимо нам с вами отказаться. Еще одним из тяжелых терречно-сосудистых патологий, которые, конечно, имеют особенности введения, особенности течения во время инфекции коронавирусной COVID-19, это больные с ишемической болезнью сердца, особенно хронического течения ишемической болезни сердца. Конечно, эти пациенты составляют группу риска тяжелого течения COVID-19. К сожалению, наличие ишемической болезни сердца, так и наличие артериальной гипертензии увеличивает риск развития летального исхода. И прежде всего за счет того, что у больных с хроническими формами ишемической болезни сердца развивается острый коронарный синдром. То есть именно из-за того, что у них есть такие вот тяжелые тромботические осложнения этого заболевания. Какие основные принципы лечения ишемической болезни сердца во время пандемии COVID-19? Ну, все эти лекарственные препараты, которые рутинно мы используем в нашей клинической практике, мы продолжаем принимать. То есть ни один из лекарственных препаратов, это аспиринные, статины, бета-адреноблокаторы, не влияет на уровень инфицирования коронавирусной инфекции. Поэтому все наши пациенты с хроническим течением ишемической болезни сердца, безусловно, должны принимать ту лекарственную терапию, которую мы обычно проводим нашим больным. В случае все-таки заражения коронавирусом, что необходимо делать? У пациентов с подвержденной вирусной пневмонией, конечно, мы должны назначать антикоагулянтную терапию. И об этом, мне кажется, очень хорошо. Павел Андреевич в своей лекции рассказал. И поэтому, конечно, всем нашим пациентам необходимо рассмотреть вопрос о назначении низкомолекулярных гепаринов. Это, конечно, основной фактически метод патогенетического лечения. Если пациент имеет тяжелое течение коронавирусной инфекции, и опять наш выбор останавливается на комбинации лапиновира с ретеновиром, к сожалению, в этой ситуации мы должны отказаться от следующих групп препаратов. Клопидогрей, тикаглерол, ивабродин, ронолазин, симвастатин. Также, к сожалению, фармакодинамическое взаимодействие с этими группами лекарственных препаратов не позволяет совместно их принимать при проведении комбинированной противовирусной терапии. Также целесообразно воздержаться от применения комбинации азитромицина с хлорохином у пациентов с ашемической болезнью сердца в облаторных условиях. Почему? Такая комбинированная терапия, конечно, требует обязательно мониторинга электрокардиограммы и контроля за длительностью интервала КУТ. Поэтому, так как наши пациенты, находящиеся дома, то есть которые получают лечение амбулаторно, естественно, не могут раз в три дня контролировать интервал КУТ и делать электрокардиограмму, то вот в таких ситуациях все-таки такого пациента лучше госпитализировать. Поэтому, если мы говорим о пожилом пациенте с ашемической болезнью сердца, в той ситуации, когда у него был уже в анамнезе инфаркт миокарда, конечно, вот такие коморбидные пациенты обязательно должны нуждаться в госпитализации и назначение, если это необходимо, физиологическую противовирусную терапию, конечно, под контролем электрокардиограммы. Одна из серьезных проблем вообще течения коронавирусных инфекций – это самые разнообразные нарушения сердечного ритма в виде аритми, тяжелых аритми, включающие жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма, желудочковое нарушение сердечного ритма и нарушение проводимости. Частота развития самых разнообразных нарушений сердечного ритма у наших пациентов, пожилых пациентов, находящихся в стационаре, может достигать 44%. То есть, фактически, половина больных, которые госпитализируются в стационар в красную зону с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, могут демонстрировать самые разнообразные нарушения сердечного ритма. И, к сожалению, статистика, которую мы видим даже по нашей клинике у тех пациентов, которые находятся в отделении реанимации, она такова, что до 70% пациентов с тяжелой степенью дыхательной недостаточностью, они, к сожалению, имеют самые разнообразные, до 70% больных нарушения сердечного ритма. Из-за чего возникают эти аритми? Ну, конечно, одна из первых причин – это нарушение метаболизма, гипоксии непосредственно кардиомиоцитов, проводящей системой сердца, которые приводят, например, к развитию наджелудочковых тихокардии, в первую очередь пароксизма, фибрилляции предсердия. Вторая составляющая патогенеза развития нарушения сердечного ритма – это гипокалиемия, генез которой связан с потенциальным воздействием вируса на ренино-ангетидельно-дессироновую систему. Поэтому очень важно, если у нас госпитализирован пациент, конечно, обязательно делать ему развернутые биохимические показатели и обращать внимание на уровень калия в плазме крови, потому что это может быть действительно одной из причин развития тяжелых жизнеугрожающих аритмий. Частая ситуация, до 12% случаев даже у молодых пациентов – это развитие вирусного миокардита на фоне тяжелой коронавирусной инфекции. И следствие развития вот этого вирусного миокардита мы наблюдаем не только нарушение сердечного ритма, но и тяжелые брадиаритмии наших пациентов и нарушение проводимости. Ну и, наконец, последний механизм, он, можно сказать, хитрогенный – это кардиотоксичность противовирусной терапии, особенно, конечно, это комбинация, комбинированная терапия, включающая два препарата, которые, конечно, тоже, к сожалению, увеличивает интервал КУТЭМ, и поэтому, конечно, кардиотоксичность противовирусной терапии, она имеет место быть, особенно в стационарах, особенно тогда, когда мы лечим наших пациентов тяжелых. Для того, чтобы мы максимально рано могли предположить о наличии каких-либо нарушений сердечного ритма, еще 5 лет назад американским обществом кардиологов была предложена шкала Тиздейла. Я скажу о том, что шкала использовалась, безусловно, еще до того, как вообще было известно о коронавирусе, потому что она широко очень использовалась для оценки лекарственно-ассоциированного удлинения интервала КУТЭМ. И прежде всего в тех вопросах, когда мы говорим, например, о назначении комбинированной антиаритмической терапии, когда мы хотим назначить одновременно пациентам, например, антиаритмические препараты 1-го цикласса и бета-адреноблокаторы или антиаритмические препараты 3-го класса, антагонисты кальция. Поэтому эту шкалу, конечно, кардиологи широко использовали и достаточно хорошо знали, но в эпидемии коронавирусной инфекции она стала, наверное, более актуальна. Какие факторы риска могут увеличивать интервал КУТЭМ? Это возраст наших пациентов старше 68 лет. К сожалению, это женский пол, который по шкале Тидейла дает 1 балл. Это прием пятневых диуретиков у наших пациентов. Низкие калии плазмы крови. Изначальное удлинение интервала КУТЭМ до того, как мы назначили комбинацию этих препаратов лекарственных, которые могут ее потенциально увеличить. Наличие острого инфаркта миокарда – это 2 балла. Наличие двух или более препаратов, удлиняющих интервал КУТЭМ, которые уже пациент принимает – это 3 балла. Наличие септического состояния, сердечной недостаточности. И каждый следующий препарат, который может удлинить интервал КУТЭМ, дает тоже 3 балла. Поэтому в совокупности, если мы с вами все эти баллы суммируем, максимальное количество баллов, которые может набрать наш пациент, составляет 21. При каком уровне баллов мы должны, в общем-то, оценивать риск назначения нашей комбинированной противовирусной терапии? То есть следует это делать или нет? Тогда, когда уровень баллов наших в совокупности достигает отметки 11. 11 или более баллов имеет высокий риск медикаментозной пролагации интервала КУТЭМ. Что делаем в этой ситуации? В этой ситуации обязательно мы взвешиваем рациональность нашего назначения противовирусной терапии, потому что на сегодняшний день, например, терапия лапинавира с ретонавиром, она имеет достаточно много оппонентов, потому что действительно эффективность, благодаря вот проведенным уже рандомизированным клиническим исследованиям, она не очевидна этой терапии. Но в тяжелых случаях заболевания коронавирусом, тем не менее, продолжает еще пока применяться, потому что этиологического лечения на сегодняшний день эффективного и обладающего минимальным риском побочных эффектов пока не найдено. И, конечно, мы должны говорить о том, что должен проводиться обязательно ежедневный мониторинг ЭКГ. И если мы видим, что интервал КУТЭМ увеличивается у этого пациента, мы принимаем лечение об отмене этих лекарственных препаратов, потому что другого выхода, к сожалению, у нас с вами не. Ну и поэтому вот шкала ТИС-ДЕЛА, она, конечно, должна, в общем-то, применяться для возгласности и назначения этих лекарственных препаратов. Наиболее часто из-за нарушения сердечного ритма все-таки у пациента в стационаре мы наблюдаем пароксизм и фибрилляция предсердия. И всегда у наших докторов, у кардиологов возникает вопрос, что можно назначить, если у пациента диагностирована коронавирусная инфекция, и возник острый пароксизм оритмий, острый пароксизм и фибрилляция предсердия. Принципы терапии в остром периоде, они не отличаются от той ситуации, которую мы рутинно использовали в нашей клинической практике до пандемии коронавируса. Поэтому если у пациента имеется нестабильная гемодинамика, это будет только электрическая кардиоверсия. Если пациент имеет стабильную гемодинамику, и у него есть какие-то тяжелые заболевания сердца, ну, прежде всего, у него есть в анамнезе инфаркт миокарда, у него низкая фракция левого желудочка, менее 40%, в такой ситуации мы можем с вами назначать внутривенное введение аммиударона. Это не противопоказано. Если у пациента нет тяжелых структурных заболеваний сердца, то, конечно, препаратом выбора должен быть антиаритнический препарат 1-го цикласса, это пропофенон. Назначать его можно внутривенно, и он очень быстро действует. Это один из препаратов 1-го цикласса, который имеет действительно очень высокую эффективность купирования пароксизма фибрилляции аритмии в течение первых полутора часов. Кроме того, есть таблетированный выпуск этого препарата, и мы назначаем нагрузочную дозу внутрь, да, это именно таблетки внутрь. Ну, хочу сказать, что во время пандемии коронавирусной инфекции вообще актуальность купирования пароксизма фибрилляции предсердия, конечно, наших пациентов, безусловно, была очень высокая, потому что во время самоизоляции, находясь дома, наши пожилые пациенты, в силу того, что просто ситуация вообще в мире была очень напряженная, они боялись просто обращения за медицинской помощью, уж тем более в стационар, потому что фактически стационар был таким фактором риска развития вообще коронавируса, заражения коронавирусом. Вот, и поэтому вот в такой ситуации очень хорошая альтернатива – это назначение купирования пароксизма фибрилляции предсердия самостоятельно пациентам дома. Вот, называется это стратегия, стратегия таблетка в кармане. Нагрузочная доза пропофенона должна быть 600 мг, это однократный прием, 600 мг, но я хотела бы подчеркнуть, что, конечно, это безопасно в тех ситуациях, когда у пациента уже был первый опыт купирования нагрузочной дозы приема пароксизма фибрилляции предсердия, и этот опыт, он был проведен под контролем врача. То есть в последующем, при рецидиве этих приступов, конечно, больной дома в амбулаторных условиях может эту терапию продолжать принимать. Какие есть ограничения в назначении препаратов для лечения аритмий и назначения эзиологического лечения коронавирусной инфекции? Ну, во-первых, при назначении хлорохина или педроксихлорохина и комбинированной терапии лапеновира с ретеновиром следует с осторожностью назначать антикоагулянты, потому что, к сожалению, вот комбинация этих препаратов, она тоже может поменять дозу антикоагулянта в сторону несколько уменьшения. Это прежде всего добегатран, варфарин, назначение дегоксина, возможно, в более низкой дозе на время приема противовирусных терапий должно проводиться, и бета-адреноблокаторы. Применение аммиадарона, к сожалению, с препаратами, которые мы использовали для лечения коронавируса, абсолютно противопоказано, потому что, конечно, имеет достаточно высокий потенциальный эффект пролонгации интервала КУТ и развитие таких ядрогенных тяжелых аритмий. Сердечная недостаточность и коронавирусная инфекция, к сожалению, это очень тяжелые пациенты, это пациенты, которые без исключения обязательно все должны быть госпитализированы в стационар, и, к сожалению, как показывает практика, как показывает наш опыт лечения в стационаре, и именно эти пациенты, они в последующем могут быть переведены в отделение реанимации интенсивной терапии вследствие развития тяжелых последствий и тяжелых осложнений коронавирусных инфекций. Пожилые пациенты и больные с хронической сердечной недостаточностью, конечно, должны очень четко соблюдать самоизоляцию, и вот комплекс мер профилактических, он должен стоять на первом плане. Самое главное – избежать заражения коронавирусной инфекцией. Что все-таки делать, если это произошло? Если у пациента с застойной хронической сердечной недостаточностью есть вот эта коронавирусная инфекция. Какие механизмы для компенсации ХСН могут быть при коронавирусе? Прежде всего, это негативное влияние лихорадки, и чем выше температура, тем тяжелее себя ощущает, конечно, наш больной на водно-солевой обмен. Очень сложно коррегировать объем жидкости. Во-первых, конечно, высокая лихорадка, она побуждает нас к тому, чтобы советовать ему применять больший объем жидкости, но наличие больших отеков, наличие застойных изменений в легких ограничивает прием жидкости у этих пациентов. И вот этот вот водно-солевой баланс, который наш пациент должен соблюдать, он очень-очень имеет большие такие корректировки, очень небольшое окно. Конечно, развитие вообще тяжелого воспалительного таких изменений – это увеличение нагрузки на сердце. Повреждение миокарда, опосредованная избыточная активация цитокинов, то есть возникновение этого цитокинового шторма и развитие непосредственно миокардита вследствие прямого действия вируса миокард. Поэтому все вот эти четыре основных механизма, конечно, значительно ухудшают течение хронической сердечной недостаточности, и практически всегда при развитии COVID-19 у больных с тяжелой хронической сердечной недостаточностью наступает декомпенсация их вот этого состояния. При тяжелом течении COVID-19 обязательно, конечно, мы должны назначить низкомолекулярные гепарины или антикоагулянки. Это обязательное назначение. У пациентов без легочных осложнений COVID-19. Если пациент страдает хронической сердечной недостаточностью, но у него есть только симптомы ОРВИ, то есть нет по компьютерной томографии поражения легочной паранхимы пока, да. Он должен, конечно, начать прием, продолжить прием всех своих лекарственных препаратов, ингибиторов, ангиотезнепророщающих ферментов, антагонистов, нейралкоцеркоидных рецепторов, бета-адреноблокаторов. А вот в том случае, когда мы говорим об очень тяжелом течении, о развитии респираторного дистресс-синдрома, назначение этих лекарственных препаратов может быть приостановлено. И при комбинированной терапии противовирусными препаратами, конечно, запрещено использование эпилеринона. Мы уже об этом с вами говорили, когда обсуждали лечение артериальной гипертензии. И может быть уменьшена доза дегоксина и бета-адреноблокаторов. Тромбоэмболия легочной артерии. Эльгизина, вы перебираете время. Извините, сейчас я уже три слайда, хорошо? Тромбоэмболия легочной артерии – одно из тяжелых осложнений тоже COVID-19. Безусловно, тяжесть еще течения тромбоэмболии легочной артерии определяется тем, что, к сожалению, клиницистам очень сложно диагностировать, потому что только повышение уровня додимера не является абсолютным признаком развития тромбоэмболии легочной артерии. Конечно, ведущая роль в диагностике у пациентов с COVID-19 принадлежит выполнению компьютерной томографии органов грудной клетки с внутривенным контрастированием. Но принципы терапии, они, безусловно, те же самые, как и у всех других пациентов. Это назначение низкомолекулярных гепаринов. И вот о чем хотела бы я сказать, очень важным фактором для именно коморбидных пациентов, пожилых наших пациентов, у которых есть самые разнообразные заболевания сердечно-сосудистой системы, при назначении антидроматической антикоагулянтной терапии – это фактор агрессии слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. То есть мы с вами должны помнить о том, что, к сожалению, противоположные побочные эффекты, вот он при назначении антидроматической терапии – это риск развития желудочно-кишечных кровотечений. И препарат, который широко используется, и есть очень большой опыт использования этого препарата Ольги Николаевны Ткачевой, именно у пожилых пациентов – это гастроэнтеропротектор, то есть она всем больным, которым назначала антидроматической терапии, назначала гастроэнтеропротектор «Рибомипид», такое название «Рибогид». Этот препарат является, увеличивает синтез эндогенов простагландинов, он увеличивает защитный слой слизистой оболочки не только желудка, но и кишечника, и поэтому, конечно, у всех этих пациентов он является, в общем-то, дополнительным таким методом лечения, который позволяет значительно снизить их риск развития желудочно-кишечных кровотечений. Ну и в заключении я хотела бы отметить тот факт, что, конечно, только вместе, благодаря всем специальностям, благодаря объединению медицинского сообщества, мы обязательно, конечно, победим этот тяжелый, вообще не дуг, коронавирус. Вместе мы – сила. И в заключении я хотела еще раз показать тот сайт, на котором можно ознакомиться с текстом национального консенсуса, который, конечно, стал научной публикацией врачей самых разнообразных специальностей. Большое спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Очень коротко ответы. Кто производит оригинальный нитриндепин? Это чешская компания, Промет Прага. Это чешский препарат. Промет или Промет Цеса, на полу? Промет Цес. Промет Цес. Промет Цес Прага. Ну, эти препараты, они могут быть использованы во время пандемии коронавирусом, просто доза их может быть снижена, если мы говорим о совместном назначении противовирусных препаратов и этих препаратов. Поэтому тут только, если мы в комбинации что-то принимаем, дозу их надо снижать. Почему с осторожностью комбинация бета-блокеров, разве они удлиняют КУТЭ? Если мы бета-блокаторы будем назначать вместе с, например, амиодороном или вместе с комбинацией азитромицин и хлорохин, то, конечно, бета-блокаторы могут тоже увеличить интервал КУТЭ. Значит, добавлю ложку дёгтя к хине. Итальянцы посчитали, что концентрация прямых оральных антикоагулянтов на фоне приёма этих препаратов возрастает в 16 раз. Поэтому, в общем, к ним надо крайне негативно относиться, надо их, так сказать, исключать. Ну, ладно, спасибо большое. Переходим к следующему докладу. Спасибо.